итак дорогие друзья началась книга шмот новая духовная обстановка в мире но традиционно воскресенье мы не уходим в такие разговоры и говорим просто о ну скажем попроще полегче тем более 31 числа суть книги шмот о которой мы будем говорить это вера потому что мы начинаем попадать в ситуацию где кроме веры уже не на что надеяться вера и упование знаете вот попал человек в рай такая притча маленькая смотрит там все люди ходят радостные счастливые открытые доброжелательные ну очень такие а вокруг просто обычная жизнь как все походил погулял понравилось и говорит слушай там ангелу можно от посмотреть хоть один глазочек он да конечно пойдем покажу приходят в ад чек смотрит то же самое на первый раз те же люди та же жизнь все люди злые обиженные раздраженные все им не так да он спрашивает архангела так а здесь же вроде все как в раю в чем дело почему они все недовольны он говорит просто они думают что в раю лучше то есть понимаете вот много зависит от этого от того как мы смотрим на мир и а упование это вообще как сказал один великий человек упование это идеальная форма существование смотрите если уповаешь на бога веришь успел на свидание отлично не успел великолепно получилось сделка супер не получилось еще лучше вот представьте какая жизнь малина рассказываю историю я и много раз рассказывал но обязательно вот именно об этом об уповании в течение многих лет в марокко был великий человек раб раб элазар и вот однажды один еврей пришел к нему пожилой говорит я хочу совершить илию в израиль но я безграмотный что я там буду делать он говорит ему посмотрел и говорит что знаешь езжай все будет хорошо рука творца глаза творца всегда обращены на те кто живет земле израиля и он дает пропитание всем своим творением и тебе тоже даст более того именно то что ты не умеешь читать и писать тебе поможет иди ну тут обрадовался верил праведнику восточные люди вообще не вот особенно так верят и он отправился приехал там с радостью дом доме там там нашел где жилье пришел бюро по трудоустройству попросил работу там такой бланк записывает он пишет там что он пишет там не умеет читать и писать там но не он пишет извините за стоит сотрудники он ему диктует умеет или нет не умею потом думает как же глупец кто же говорит о своих недостатках на собеседование но вспомнил что сказал праведник верит праведника вернулся домой через два часа звонок ему лет утром пожалуйста на рано утром придите на собеседование министерство обороны в тель-виве всем 30 утра он пришел сел там газеты журналы кофе какой-то сидит все уходят люди выходят все его никто не вызывает он думал разыгрывают тут где-то часов 12 час его вызывают и говорят что смотрите очень высокооплачиваемая такая классная работа у вас будет вот вот вам надо вот брать документы и уничтожать что произошло в одной из самых передовых компаний по секретных по производству самых таких новых технологий много секретной документации но надо было и утилизировать для этого нужен человек который не будет соблазна у него читать документы искали человека взять как в израиле тяжело найти же мне писал не не читал такой и вот после долгой проверки нашли одного вас чтобы быть уверенным и мы вас вызвали дарим вам всякие выгодят вообще не интересовались пресса один раз взяли газету только перевернули и вверх ногами поэтому все в порядке и этот человек очень много лет проработал министерстве обороны а даже когда он достиг пенсионного возраста и вышел на пенсию больше двух дней ему не дали там побыть вернули потому что найти такого больше не удалось вот и знаете вот он поверил праведнику он поверил что бог управляет этим миром и бог вернул так и сказано если говорить коротко той книги с которой мы столкнемся если мы поверим тому кто наверху он поверит нам если мы верим себя ему он обязательно нас выручит и спасет как это уже было казалось бы безнадежной ситуации в египте браха вы от слаха всего самого лучшего ну и все равно мы как бы а с одного мира и празднуем какой-то как город финансовый новый год поэтому еще и хорошего нового года браха вы от слаха